Врагом номер один То есть, того или иного преступника оно объявляло врагом, главным врагом американского общества Эта практика появилась в начале первой-трети прошлого века Первым таким человеком был назван знаменитый Аль Капоне После него это был Джон Диллингер И так они менялись, ФБР убирало одного гангстера Потом появлялся новый враг номер один Многие из этих гангстеров действовали в Чикаго и его окрестностях И в принципе ФБР было и создано в 30-х годах 20-го века Именно для борьбы с организованной преступностью Но у них всегда, как правило, был вот такой какой-то один человек Который назывался враг номер один Вы скажете, все это занятно, но к чему это? Это я к тому, что мы говорим о благодати Последние несколько программ И у благодати Божьей тоже есть враг номер один В отличие от американских гангстеров От врага номер один ФБР Он не меняется Но это тоже самый настоящий грабитель Он грабит нас Препятствуя Божьей благодати приходить в нашу жизнь И большинство верующих Вишо соглашаются с тем, что это не закон Моисеев То есть не Тара, а один грех, который называют или гордостью, или гордыней в русском языке И, впрочем, в принципе, название вот этого стоит уточнить Дело в том, что иногда гордость это вполне уместное чувство Потому что можно гордиться своими родителями Можно гордиться своей школой Можно гордиться своей страной, своими детьми То есть ценить их просто за все то хорошее, что в них было или есть И даже восхищаться ими за это Например, несколько лет тому назад, уже живя в Израиле Я как-то приехал по делам в Москву на несколько дней И в один свободный вечер пошел в театр И я помню, что играли великолепные артисты И я очень хорошо помню свое вот это чувство восхищения Этими артистами, которые играли, разумеется, на русском языке На моем родном языке Свое чувство восхищения ими И русской театральной школой, которую они представляли Театральной школой, которая дала миру систему Станиславского И, соответственно, я очень был горд тем, что я вырос в этой стране Что они играют на моем родном языке На языке Толстого и Достоевского Не только Ленина и Сталина И поскольку я не считаю русских актеров самыми великими И единственными настоящими актерами в мире Я считаю, что это чувство гордости было вполне уместным Точно так же я могу сказать себе, что я горжусь тем, что я еврей, израильтянин И в том смысле, что я считаю, что наш народ это Uber Alice То есть, как немцы пели о себе Deutschland, Deutschland, Uber Alice Выше всех Я не имею этого в виду, когда я говорю, что я горжусь своим еврейством Но я имею в виду, что я не стыжусь его То есть, что при всех наших недостатках, которые есть у всех народов У нас есть много чего хорошего И слава Богу за это И поэтому сегодня у нас речь пойдет не о гордости То есть, вот о таком, на мой взгляд, уместном чувстве Она пойдет скорее о гордыне То есть, о греховной разновидности гордости Откуда известно, что гордыня это главный, не просто враг, а главный враг благодати Ну, то, что она наверняка враг Это, в принципе, можно понять из одного места в Танахе Который цитирует в своих посланиях апостолы Яков и Кефа То есть, Петр Оно звучит так в Новом Завете, в русском синодальном переводе Бол гордым противится, а смиренным дает благодать Это, они цитируют 34 стих из 3 главы притч Соломона И, опять же, в синодальном переводе этот стих из притчи звучит следующим образом Если над кощунниками он, то есть Господь Бог, посмеивается, то смиренным дает благодать Это вполне точный, кстати, перевод с иврита Там в иврите стоит слово лейцим Которое означает не только кощунников, но еще хвостунов и гордецов Но апостолы писали по-гречески свои послания И они пользовались, при этом ссылаясь на тексты из Танаха Они пользовались, соответственно, греческим переводом Танаха То есть септуагинтой А в септуагинте как раз-таки и есть такой текст, что Бог не посмеется над гордыми А он противится гордым Греческий глагол, который стоит на русском языке Который у нас переведен как противица Это активный глагол, который означает, что Бог не просто сидит, сложа руки Вот так вот, не сдвинешь ты меня Ничего ты со мной не сделаешь, говоря гордому человеку Нет, это активный глагол, который означает, что Бог борется Объявляет войну гордецам Вот, и оказывает им, то есть, постоянное сопротивление И это что означает? Это, мне кажется, означает, что если сам Бог воюет с тобой Это немножко, как бы, помягче выразиться, похуже ситуация Чем когда за тобой гоняется ФБР Да? Вот Быть в черном списке у Бога И быть в черном списке там ФБР, КГБ или Шабака Немножко разные вещи, по-моему В общем, короче говоря Гордыня определенно враг благодати Почему она злейший враг? Мне кажется, вот почему Потому что в чем заключается благодать? Она заключается в том, что Бог, который нас с вами создал И который нас с вами любит Он хочет делать нам дорогие подарки И не просто дорогие подарки А такие дорогие подарки Что сами мы их никогда себе не сможем позволить И это не роскошь То есть, это не Мерседес Бенц Который, в принципе, может быть, вам и не нужен Вы вполне могли бы ездить на какой-нибудь Мазде Или на каком-нибудь Опеле Или на Жигулях Или на Запорожце Нет ничего зазорного в этом А он дает вам не просто что-то дорогое Но что-то, что вам жизненно необходимо Например, прощение грехов Так вот, когда Бог предлагает такой драгоценный И абсолютно необходимый И при этом абсолютно недостижимый Собственными усилиями дар Гордому человеку То гордый человек на это говорит Одно из двух Он говорит Знаешь что? Мне это не нужно Спасибо Я до сих пор неплохо и так Обходился Справлюсь Спасибо Это один вариант Или есть другой вариант Я подачки не принимаю Пойди к попрошайкам Им это привычнее Потому что попросить А потом еще протянуть руку И принять то, что дается даром И то, что ты сам заработать не можешь Это уж слишком унизительно для гордого человека Ведь он прекрасно понимает Что рука дающая Она выше руки берущей А быть ниже других гордецу непереносимо Этот грех гордыни Он также самый опасный считается Почему? Потому что обнаружить его в себе Труднее всего И кто-то сравнил его с запахом изо рта Запах изо рта Плохой запах Изо рта чувствуют все, кто рядом с тобой Кроме тебя самого А вот что написал американский автор Джонатан Эдвардс Гордыня находится в самом низу Фундамента всего здания греха Она исключительно скрытна и обманчива И образ ее действий непостижим Она готова смешаться с чем угодно Конец цитаты И о себе могу сказать Что я очень легко замечаю гордость в других людях Это может быть надменное выражение лица Это может быть какие-то презрительные Ехидные ухмылки и усмешки А вот заметь ее в себе мне действительно очень трудно И поэтому, если Бог не указывает мне на нее Своим Духом Святым То она остается в моей жизни И продолжает действовать В чем же ее суть? Суть гордыни При поверхностном взгляде Может показаться, что гордыня Это завышенное самомнение То есть человек переоценивает себя Ну, например, он считает себя Выдающимся профессионалом в своем деле В то время как он просто хороший специалист Или даже заурядный Ничего особенного Но это не совсем так Гордыня гораздо хуже Она состоит из двух вещей Первое Это определенное видение самого себя Которое действительно можно легко спутать С самомнением завышенным С завышенной самооценкой А второе Вторая составляющая ее Это желание возвыситься Желание возвысить себя Над другими И очень ясное описание Этого порока Есть в 14 главе Книги пророка Ишаяу Исаии Где он пророчествует Царю Вавилону Послушайте, пожалуйста Что он говорит Как упал ты с неба Деница, сын Зари Разбился о землю Попиравший народы А говорил в сердце своем Взойду на небо Выше звезд божьих Вознесу престол мой И сяду на горе В сонме богов На краю севера Взойду На высоты облачные Буду подобен Всевышнему Конец цитаты Стихи 12 и 14 И конечно традиционное Христианское толкование Этих стихов Говорит, что Здесь описывается Люцифер Люцифер То есть Ангел Который стал Сатаной И возможно Эти слова Действительно Можно отнести К сатане Однако В принципе По контексту Нет таких оснований Говорить здесь О сатане Потому что Речь совершенно четко Идет о человеке В четвертом стихе Пророчество Представляется Как победная Песня на царя Валилонского А в 16 Если вы дальше Посмотрите сами О той же самой личности Сказано тот ли Это человек На еврите Аиш Человек с определенным Артиклем Который колебал Землю Потрясал царство В общем Царь Валилона Очевидно здесь Вот если вдуматься В механику Что происходит Он очевидно Считает себя Качественно Лучше Других То есть Он считает себя Человеком Сделанным Из другого теста Он убежден Что Достоин Большего И он говорит Взойду на небо Вознесу Взойду на высоты Поставлю свой престол Выше звезд Буду как Бог То есть В своих собственных глазах Он сам по себе Уже Выше Других Это основа И первая Составляющая Гордыни И вот это вот Самомнение Вот это видение себя Порождает в нем Вторую составляющую Желание Занять более высокое Положение В мире Чтобы его превосходство Врожденное превосходство Было очевидно Не только ему самому Но и людям Вокруг Него Таким образом Гордыня начинается С того Что я сравниваю Себя С другими И я прихожу К выводу А я ведь Не такой Как они Я лучше Вообще Что я тут делаю Я достоин Большего И так Очень часто Люди думают Они сидят И смотрят Вокруг себя И говорят Какая несправедливость Я такой Талантище Сижу Среди этих Как бы Помягче Выразиться Людишек Гордый человек Обязательно Противопоставляет Вот так вот Себя Другим И как сказал Автор Хроник Нарник Лайв Стейплс Льюис Гордыне Органически Присущ Дух Соперничества То есть Гордец Не успокоится Пока у него Не будет Больше Чем у тебя Пока у него Не будет Дороже Чем у тебя Или дешевле Смотря что Считается лучше Одним словом Пока у него Не будет Все круче Чем у тебя Ты для него Соперник А соперника Конечно же Нужно Не любить Соперника Нужно положить На лопатки И поэтому Гордыня Всегда Разъединяет Людей А не Объединяет Она исключает Любовь С порога Она хочет Не любить Людей И не служить Им А господствовать Над ними И тем самым Утверждать Своё превосходство Над ними Ведь победитель Он господствует Над побеждёнными И тот Кто сидит выше Он господствует Над тем Кто сидит ниже Если вы Когда-то всерьёз Занимались спортом Причём Не командным Спортом Таким как Баскетбол Или хоккей А одиночным Каким-то видом Спортом Например Теннисом Или боксом То вы вспомните Что Ваши друзья Были вашими друзьями Лишь до тех пор Пока они не шли В ту же самую секцию У меня вот был Например Один одноклассник И Мы ещё были Совсем Пацаны Мелкие Нам было лет по 7 И его родители Хотели записать Его в секцию Шахмат Но Передумали И записали В секцию Стоклеточных шашек Почему Передумали Мальчик был Очень умный И у него наверняка С шахматами Всё пошло бы Очень хорошо Но Оказалось Что его Троюрный брат К тому времени Уже целый год Занимался Шахматами И причём Очень успешно Брат тоже был Умный ребёнок И родители Мудрые родители Решили Что Осложнять отношения С родственниками Совсем ни к чему Поэтому Наш сын Не пойдёт В шахматы Чтобы там Не было соперничества Пойдёт В стоклеточные шашки И конечно Там тоже было Всё хорошо У моего Одноклассника Он добился Больших успехов В этом спорте То есть Гордыня Разъединяет людей Из-за этого Духа соперничества Друг с другом И она разъединяет Также людей С Богом Причём быстрее Чем любой другой грех Ещё раз Предоставлю слово Клайву Льюису Послушайте Что он сказал Гордый человек Всегда Смотрит На всех И на всё Сверху Вниз И конечно Пока Вы смотрите Сверху Вниз Вы не можете Увидеть То Что надо Вами Конец цитаты То есть Алкоголик Или человек Распущенный В сексуальном Отношении Так или иначе Всё равно В какой-то момент Ищет себе Весёлую компанию Но Гордецу Не нужна Компания Ему не нужны Никакие Единомышленники Потому что Он по самой Своей натуре Он одиночка Другие люди Для него могут Быть лишь соперниками Но не Единомышленниками Гордость Обязательно Унижает Также Других людей Поэтому Не случайно В Псалме 122 Сказано Довольно Насыщена душа Наша Поношением От надменных И уничижением От гордых То есть Гордости Необходимо Поносить И уничижать Это один из Её способов Для самоутверждения Самопревозношения Если она начнёт Совершенно Бескорыстно Кого-то хвалить И превозносить То это Равносильно Для неё Самоубийству Гордыня Ненависна Богу Как ни один Другой грех Почему? Потому что Она полностью Противоположна Его собственному Характеру Суть которого Заключается В любви Бог Есть любовь А гордость Если взять Её чистейшую Форму То гордость В чистейшей Своей форме Это просто Откровенная Ненависть Она ведь Радуется Чужим Бедам Чужим Провалам Потому что На их фоне Гордец Сам Выглядит Гордец Лучше В своих глазах И Она Противопоставляет Противопоставляет Простите себя Другим Людям И Использует Их Для Самовозвышения А не стремится К единению с ними В любви И вот поэтому В книге Притч Написано Так Мерзость Пред Господом Всякий Надменный Сердцем 16 глава 5 стих Такое мерзость Мерзость Это нечто Просто отвратительное Для Бога И это вещь Такого же порядка Например Как древние обычаи Приносить В жертву Идолам Детей В таре Этот обычай Тоже называется Мерзостью И в той же самой Книге Притч Гордыня Стоит на первом Месте Среди нескольких Вещей Которые Действительно Отвратительны Богу И о которых Он говорит Что он Ненавидит Послушайте Вот шесть Что ненавидит Господь Даже семь Что мерзость Душе Его Глаза Гордые Язык Лживый Руки Проливающие Кровь Невинную Сердце Кующие Злые Замыслы Ноги Быстро Бегущие К злодейству Лжесвидетель Наговаривающий Лож И сеющий Раздор Между Братьями И гордыня Здесь Стоит на первом Месте Не случайно Потому что Именно она Ведет Ко всем Остальным Грехам Именно из-за нее Дьявол Стал дьявол Поэтому она является Главным Врагом Благодати Врагом Номер один Как с ней Бороться Об этом Наша следующая Программа Спасибо Шалом Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова